Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклухова МакФлая. Я сегодня нахожусь в Задонске, и здесь очень необычный музей. Ну, прям очень необычный музей. Это музей прессы. Я уверен, такого вы еще никогда не видели. В общем, давайте я вам сейчас все здесь покажу, и поверьте мне, вы удивитесь. Александр Косякин. Музей антресоль. Музей прессы антресоль. Задонск. Музей прессы на самом деле не совсем о прессе. Это музей об истории Отечества. Настоящие две тюремные. Сверху поджать. У меня два уголовных дела настоящих. Причем тоже детали интересные. С бумагой, видно, плохо было в стране. Следователь дела лепил на карте еврофической. Пропаганда немецкая, так выглядит. А так вот наша для сравнения. А вот вещи настоящие. Все подлинные вещи. Мне один чернокопатель подарил. Но вещи тут их не расписывал. А вешалка там? Вешалка немецкая. На вешалке немец написал что-то. А это да. Это вот редкая вещь. Ну да. Здесь тема Митсанбата. А это вот если вас будет интересовать, какие вещи самые ценные в музее. Я, например, очень ценю вот эту вещь. Это комсомольский билет отца моего. Вот редкая фотография, я ее всем показываю. 21 июня. Выпускной класс. Пришли фотографироваться на память. Вот мой отец сидит. Завтра война начнется. Ушел добровольцем. Пришел на костылях. Потом ушел на японскую. И всю войну платил взнос комсомольский. Савадский теща моя. И вот на этих савадсках она возила девчонка 14 лет. Через дон по тонкому льду свеклу на сахзал. И выходил человек и за все про все давал столовую ложку сахара. Вот так жили. Здесь тоже, если вас тема интересует, такие шутливые, я вам расскажу. Вот хронологи нагревательных приборов. Керосинка, примус, керогаз. Деталь коммунального быта. Когда на коммунальной кухне женщину звали к телефону, она уходила, обычно недолго разговаривает. Соседка брала косточку из ее кастрюли в свою для наварок. А потом назад. Бывший фронолог корреспондент Прокофьев. Он недавно умер, мы с ним дружили. Он был с обкором Орловской правдой. Орловская правда была областной газетой у нас. И однажды в кабинете первого секретаря его коллега Калужский был такой. Он написал докладной. Довожу до ваших сведений, что в день похорон Сталина Прокофьев играл на баяне, чем провел политическую незрелость. Прошу принять меры, доброжелатель. Написал за стакан спирта в кабинете первого секретаря. С похмелья был, доброжелатель. Ну, чекисты взяли след, пошли проверять, сняли баян. Ну и спасло их только то, что на нем был толстый слой пыли. Иначе сидеть. Вот она, коммуналка. Я вам про нее рассказывал. Здесь были журналисты New York Times. Они много снимали. Отдали вот этот снимок. Их очень заинтересовала коммуналка. Есть забава на Руси ночью слушать BBC. Вот сидит слушает. В 1969 году в Ельце рухнула баня. Были жертвы большие. Наши ничего не писали. А Голос Америки тоже не сообщил. Вот интересный документ тоже. Тоже печатный продукт с туалетной бумагой. Здесь был Волин за министр печати. Вот ему очень понравилось. Вождей сделал, вот я как сумел. Горбачев с Ельциным, как два сиамских близнеца, вышли из одной партии на шинели. У одного дудочка, у другого погремушка в руках. Вместе развалили Советский Союз. На фоне вот карты они. Брежнев за температурой вот сидит, ноги парит. Никита Сергеевич узнаем по ботинку. Это трибуна ООН, это эмблема ООН. Тема доклада о роли Кузькиной матери. Минимизация процесса дивергенции за счет конвергенции мировых процессов. Иж 49-й, послевоенный. По одной из версий ее срисовали с БМВ. На нем в редакции, в командировке ездили. А с люлькой, если цепляли люльку, на нем пахали. Он очень мощный был аппарат. Я вот сейчас в раздумье. То ли мне его отстирать, покрасить, то ли вот оставить в таком виде, пока вот не решил. Раньше Львичей, вообще вожде рисовали люди, имели разрешение специально. У нас был Давыд Александрович. По заказу техникуму он написал Хрущева. Расплатились с художником. Через два дня Хрущева со всех постов сняли. Вот так случилось. Ну, в техникуме заключение, что дело, деньги отданы, приходят к нему. Он говорит, да ладно, не говорю, уйдите. Я все исправлю. Как ты исправишь? Ставьте литр, и все будет нормально. Приходит через неделю, смотрит вместо Хрущева Карла Маркса. Только где-то там краски не хватило, звезда героя просвечивала. Реальная история. Это аксессуары полиграфические. Это моя молодость. Я могу долго рассказывать, как раньше газета делалась. Это клише. А, то есть вот каждый раз, когда на какой-нибудь комсомольской правде были вот эти вот медали, там на магазине труд, это вот отдельно набирались эти штуки, да? Вот эти клишинки, это постоянные. Вот их в цинкографии делали. Они из очень плотного материала. И они были там, ну, несколько лет. Вот, допустим, «Заголовок», «За победу коммуния», «Донская правда». Вот это постоянно клишинки. Вот эти вот, да, названия. Да, 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 это постоянно клишинки были. А были временные. Вот видите, портрет. Это делалось по фотографии. Фотокор приезжал с командировки, глинцевал фотографии и нес в типографию. Там был такой станок ЭГА, электронно-гравитационная машина. эгоистом называли специалиста. Он этот снимок закладывал на барабан, а с другой стороны на цинке под воздействием температуры выбивалось изображение. И так вот получилась фотография уже на цинке. Потом ее клеили, ну, в то место, куда надо было. Вот он, Королев, например, сюда, сюда, сюда. И она выдержала большие тиражи. А потом вот все выбрасывали. Кстати, когда газета выходила, расключала, был специальный станок, резали весь набор и отливали заново. Вот очень редкая вещь, нигде вы ее не найдете. Это чушка, с которой строчки делали. Была такая машина, ленотип, строкотливная. Вот клавиатура от нее. Она повторяла клавиатуру машинки. И лентепис набирала, вылетала под воздействием температуры, подъедала здесь, и вылетала сразу строка. Вот такая, такая, такая. Потом, когда газета выходила, ее резали, весь набор, в крошево. Несли в гортоплавку, отбивали грязь. И снова получалась чушка. Безотходное производство было. Значит, я начал занимать коридор. Коридор родничейный, да? Вот у меня тут тема, пойдемте. От Ленина до Путина, вот все это. По хронологии. 20-е, 30-е годы. Но здесь у меня света нет. В коридоре. Это 90-е годы бандитские. Вот пакет на голову, да? Утюг на живот. Друзья, вот такой вот необычный музей. Находится он в Задонске. Будете проезжать мимо, обязательно заезжайте. Задонск, ну, по трассе Москва-Сочи, собственно, находится. Единственное, музей не открыт для посещения. Да, нужно связываться, собственно, с руководителем, договариваться и приходить сюда группой. А так, ну, здесь очень-очень-очень круто. Вот. Если заинтересовал, друзья, пишите. Я дам контакты. Можно будет сюда приехать. Вот такое вот дело. Миклух Макфлай. Любите историю. Пока-пока.